Коглашенном На мирских состязаниях много разделяет труд, участвуя в беге. Один получает победный венок. Труд и пот борьбы здесь для многих. А радость награды достается одному. В нашем же духовном ресталище церкви у всех хотя один бег благочестия, но сколько бегущих, столько и венцов. И нет ничего удивительного. Среди состязующихся стоит здесь богатый и ничем не имеющий недостатка раздаятель наград. Христос, принимающий желания каждого за самый подвиг и воздающий всякому соответствующую награду. Он не оказывает предпочтения вельможи и не презирает бедняка, не оказывает внимания человеку, пользующемуся славою, и не отвергает слабого, не венчает седины и не уничижает юности, не посмевается праведнику и с гневом не взирает на прибегающего грешника. Он всем одинаково распростирает сеть щедрот, всех одинаково влечет в брежу благочестия. Он предложил ее одну и ту же для всех, и, как мы только что слышали, ко всем велегласно обращается с призывом человеколюбия. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Придите все, переплывающее это горькое море жизни. Верьте, мне кормило спасение. Я умею бороться против дьявольских утесов и доставлю вам небуреваемый путь спасения. Придите все, угрожает великая буря греха. У меня есть пристань, которая спасает человека и топит дьявола. О призыв, обнажающий грех! О глаз, похищающий всю силу демона! О врачевство, идущее ко всякому больному! О дар, льющийся беспреста, отпятственно желающим! О источник, спешащий напоить всех жаждущих жизней! Если кто жаждет, говорит, иди ко мне и пей! Если кто жаждет источником спасения, если кто желает воды жизни, если кто помышляет об истинном ведении, если кто жаждет жаждой благочестия, жаждал Иуда, жаждой предательства, жаждал Ирод по гибели младенцев, жаждала Синагога, убийством пророков, жаждала Изавель, виноградника науфея, жаждала Долида, бессилия Сансона, жаждала Иродиада крови предтечи, жаждали Иудеи смерти спасителя, но жаждали жажды, приносящие погибель, жаждали жажды, приносящие болезненный жар, жаждали жажды, причиняющие наказание. Если же кто жаждет, как жаждал Заксей моего лицезрения, как жаждала кровоточивое исцеление, как жаждала блудница омовения от греха, как жаждал Моисей, Матфея, достоинства евангелиста, как жаждал разбойник рая, как жаждал Фома, сезание, животворящий храм, как жаждал Ему, царицу Эфиопской, крещение, пламенея принять которой воскликнул апостолу, вот вода, что препятствует мне креститься, тот пусть приходит и пьет. Слушай, оглашаемый, источник жизни не только зовет, но и увещевает. Придите, говорят все, труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Я готов всячески облагодетельствовать род человеческий, дождем хочу источить источник даров благодати. Придите все, хотя бы десятки тысяч было немощных, пусть все приходят. Пусть никто не считает меня врачом, который может изнемочь врачу и вселенную. Я не устаю от врачевания. Раз я не оказался медлителем в создании, богатство моего не уменьшает мир, получая участие в благах моих. Даруя я не делаю с бедным, когда меня расхищают. Я радуюсь, когда меня разоряют, услаждаюсь и не уменьшаюсь, когда меня опустошают. И мне приятно, когда меня обкрадывают свидетельницы тому кровоточивые, которые украла, и зато увенчина была, и по душе, и по телу. Придите все, труждающиеся. Видишь ли, Христолюбец, как велика щедрость Создателя к роду человеческому? Что же ты не родишь, оглашаемый? Что медлишь? Приди к Господу, который зовет тебя. Не слышишь ли, как мудрец увещает тебя, говоря, немедля обратиться к Господу, и не отлагайся дня на день, ибо внезапно выйдет гнев Господень. Сирахов 5.8. Он сокращает время, зная, как легко и быстро изменяется человеческая природа. В самом деле, многие, допускавшие незначительную отсрочку, полагали, что они мудро заботились о себе в обоих отношениях, надеясь не лишиться участия в ожидаемых благах, и в то же время, рассчитывая, воспользоваться пока удобной жизнью, но прежде чем воспользоваться необходимым, были похищены смертью и преданы вечным мучениям и наказанием. Думая, скрасть в себе несколько времени, они не подумали о том, что у них похищается все спасение неожиданной смертью, постигшей их до наступления старости. Потому-то Господь Христос и назвал смерть человека татем, ибо, говорит, как вор в ночи, так придет. 1 Фессонетисам 5.2 Чтобы мы, страшась неожиданности ее нападения, не надеялись на продолжительный срок, назначенный нам. Мы не имеем власти отсрочить время, не можем продлить жизнь свою, как хотели бы. Потому нам и не дано ведение нашего представления, чтобы мы уменьшали безмерность своих грехов. Научаясь страхам смерти быть воздержнее. Пересчитаем, сколько людей каждый день относятся на кладбище. Посмотрим, какое тут множество юношей попадается среди старцев. Зачем же ты, оглашаемый, не брежешь о безопасности своей души и, отвергнув страх смерти, представляешь мне время, как сильного противника? Сколько людей, наслаждавшихся удовольствиями жизни и похвалявшихся своим здоровьем, как бы неизменной силой, неожиданно было унесено, как пыль вихрем, в могилу? Итак, поскольку мы не в силах определить себе срок жизни, не будем отвергать страх кончины. Сколько беспечных, отожидавших долговечной жизни, погибло под пеплом и пожаром? Сколько поглощено землетрясениями? Сколько погребло море во время плавания? Сколько поглотило внезапное разверстие земли? Сколько путешественников увлекли и разлившиеся реки? Сколько погибло от нападения зверей и разбойников? Скольких скосил меч войны? Скольких истребили неожиданные болезни? Сколько людей, покинувших свое отечество, приняли смерть и не удостоились даже общего погребения? Не слышишь ли, как часто взывает Господь и возвещает близость конца? Секира при корне дерев лежит. Что такое секира? смерть. Что такое корень? Жизнь человека. Кто секущий? Приговор Господа, который выражается в посещении «Земля ты и в землю возвратишься». Итак, отвратившись от нее, придем на зов Христа, поспешим перейти из тьмы к свету, поспешим к Господу, который дает нам упокоение, починив плоть духу. Поспешим, устремимся быстрее к смерти, предварим ангелов, являвшихся для заступничества за нас. Настоящая жизнь подобна слову, и срок жизни проходит как тень. Время уходит, а образ жизни не улучшается. Дела текут вперед, судья ждет, повеление поспешает, приступает ангелы, обвиняет совесть. И что мы сделаем, когда будем призваны на суд? Итак, возлюбим добрую жизнь, возненавидим привычку грешить, позаботимся о будущем своем оправдании, приобретем чистоту жизни, потому что только чистые сердцем узрят Бога. Возлюбим венцы, даруемые Господом, с великим усердием совершим стезю жизни, имея помощником в подвиге, самого подвига положника Христа, потому что любящим Бога все содействует ко благу. И даже еще более удивительный высуший, во время подвига Господь сам помогает борющимся и в час победы сидит в качестве раздаятеля наград, укрепляет на борьбу и сам же немного спустя возлагает венцы, ссора отоборствует, сообщает борцу силу, дает средства для победы и след за тем сам же воздает награды как победителю. Откуда это видно? Послушай, как восклицал Давид. С ним я в скорби возьму его и прославлю его. О, неизреченное человеколюбие! О, превысшее всякого слова благость! В самом деле смотри, что говорит Господь. Во время скорби я с ним принимаю участие в его трудном положении и сторгаю из опасности. Все это я делаю как помощник в борьбе, след же за тем в качестве уже раздаятеля наград и Господа проявлю свою щедрость, говоря, прославлю его долготой и насыщий его. То же делает обычный Господь и в отношении к подающему милостыню. Он сгибает руку нищему, принимающему милостыню. Когда ты слышишь проруку Христа разумей длань, носящую пределы вселенной. Итак, он неизреченно протягивает десницу, тайно принимает оболы, замечает лицо дающего, на земле принимает благодеяние и на небе уготавляет награды. Как же и когда совершает он воздаяние? Когда придет, говорится, Сын человеческий во славе Отца Своего, и все святые ангелы с ним тогда сядут на престоле славы Своей и соберутся перед ним все народы и разделят их друг от друга, как разделяет пастырь овец от козлов и поставит овец по правую сторону от себя, а козлов по левую. И скажет тогда тем, которые справа от него, прийди ки благословенные Отца Моего, потому что вы нашли в судьи должника, не бойтесь престола, но притеките к сидящему, как благодетельствованному вами. Представлю вам расписку, которую выдал вам, не скрывая благодеяния, чтобы вы не потеряли чего-нибудь из моей благости, не отрицаю подаяние вашего, но спешу вас дать за него. Прийдите, вы проявили семя милосердия, я уготовил вам жатву радости. Скажи, Господи, по какой причине? Я взалкал, и вы дали мне есть. Пусть же никто не отвергает нищего, как бессильного, потому что отвергающий его отвергает алчущего судью будущих веков. Итак, приобретем себя должника в лице того, кто будет судить нас на том свете. Милующе, нищего, сказан, дает взаимы Богу. Постараемся стать достойными жребия стоящих одесную, возненавидим мерзкое сродство с козлищами, будем стремиться к общению с агнцами. В нашем ведь властье и в нашей избрать себе лучшее. Для того судья и предразвестил нам этот страшный Господень суд и суровый приговор, чтобы мы, зная угрозу, могли избежать злострадания. Не пройдем вниманием изречения Павла. Снискание, то есть довольство есть великое благочестие. Оно не подлежит отчету, но в потребное время помышляет о суровости судьи, не боится обвиняющего голоса перед престолом, не ожидает осуждения, но ждет утешения. Оно есть преизобильное вкушение благ, неотъемлемое богатство, неизменное достоинство, неистекаемая прибыль, предходящая помощь, сопутствующая благодать, усладость сердца, веселье души, от рада совести, скорее оправдание, источник дерзновения, а благочестие на все полезно. Имея обетование жизни, настоящее и будущее, которое и мы досподобимся достигнуть благодатием и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.